Александр Старчак Валерий Константинович, прошу вас, говорите, говорите и показывайте, чтоб люди не совершали ошибок самых кроковых и не трогали и не обрезали ни деревья, ни саженства. Это чудовищная ошибка, которую рекламируют идиоты. Кстати, не идиоты, они на этом зарабатывают. Не показывают 10 способов это? Или как тебе, Рязвик, 9 способов обрезки? 9 вариантов обрезки. Ни статьи нет, ни книги, ни фильма. Они не идиоты. Они непорядочные люди. Или наивные люди, которые не понимают все вреда своих этих фильмов и статей. Я сам, насмотревшись и наслушавшись этой ахинеи, совершил такую ошибку, за которую расплачиваются мои абрикосы, полукультурки, вещи. Смотрю на них и матерю себя. Это он от меня узнал. Люди-датчики, слушайте, смотрите, как нужно делать. И не делайте то, чего вам никогда не простят ваши подопечные, то есть саженцы плодовая и ягодная. Поверьте мне на слово, не совершайте ошибки. Вот. Хорошее письмо, доброе. Только такие письма я продолжаю. Вот. Кто-то сегодня еще узнал про это. Что то нельзя делать, то нельзя делать. Я стараюсь, часто повторяюсь, но что-то новое обязательно находится. Вот моя визитная карточка. Вот. От ее пояса и до верха, до самого. Это и есть пират последнего года. Вот. Это значит, что я имею право быть учителем. Меня поздравляли не только с днем с удовольствием, но и поздравляли с днем войны и говорили, вы воюете, спасибо вам. Это тоже война. Вот сейчас идет война с невероством. А вы еще и в днем учителя поздравляли. Мощный рост отсеется. Дитя в роджевском поздравляем. А кто говорит, что это не вегдотинный год? Вы понимаете, как так получается, да? Привел, ну, допустим, там на заднем плане у меня вот такие вот метр всего. Ну, некоторые метры двадцать. За три года. А там глина, и они через глину. Косточки плохо пошли. Косточки от самого академика. Специально выиграл, самый крупный. Так. А если я на него привью королевский? Или опять-таки, он выросся таким? Да не в жизнь. А скажите, каким образом вот эта мощь от манжурского априкоса передается культурному, который от природы в два раза его, а по объему в три раза меньше? Возьмите косточку, проведите опыт. Академика на одном, чтобы была почва не только, как у него глиняная. А хоть нормальная почва там. Чем слабее, чем слабее почва, тем лучше. Вот. Они своё берут за счёт мощи корней. И вот получается, тут через один. Манжурец, королевский, манжурец, королевский, манжурец, королевский. Потом манжурец-академик, через три метра четыре. Манжурец-академик, манжурец-академик. Магоми, манжурец-бай. и вы увидите, что в Манзури всегда мощнее. Всегда. У меня же тысячи тысячи вы как повыали. Я-то знаю, что говорю. Я же не слепой. А почему, когда на Манзури приливаешь этот, он становится таким же мощным, огромным? Кто сказал, что таких энергетиков не существует? А что передалось? Почему они в два раза, в три раза выше ветки стали? Откуда эта масса наросла? Ветром надуваю. Я ничего не это самое до конца не понимаю, но я хочу сказать, что мы используем какие качества? Мы используем качество, мощный рост. И получаем дерево, а потом вспоминаем. Я жирдель привил на Манзурца. Молодое дерево. Он и сейчас еще молодой. У него еще 20 лет. 23 метра. Боженьки ты мой. А получается, это не вегетативный гибрид. А знаете, что я жду в этом году? Я жду, что сейчас все-таки даже на самом Манзурце, нет, на привитом, на Манзурец жирделе должны измениться плоды в лучшую сторону. Раз. А уж из косточек-то Сергей 100 или 200 деревьев выбросил трехлетних саженцев, мощных, которые он выкопал, которые приготовил поездки в Красноярск, а тот, кто заказал, эти там, помните, 6 мешков, такие мешки с саженцами, пролежали, умерли и были сожжены. А я себе один-то раз. Один. Вот. И он у меня сейчас уже с цветочью почками. И вот. А я на него еще взял и привил парочку культурных скелет. Я сейчас хочу увидеть плоды уже не Манзурца, который был подвоем до того, и не Жадели, который Путин, подозрительно, на Манзурца похож. По весу, по расцветке. Ну, только слаще. Увидеть совершенно новый сорт. То есть, кто-то опылил, а рядом Академия, а рядом Королевский. А рядом Серапим. А еще Номерные. А дальше еще насыщение Ментора. Любая скелетная прививка в виде третьего этажа или даже второго, но в скелет. А это по Мичурину наслоение Ментора. Ой, бру, наслоение Ментора это мое. Это несколько поколений. А здесь на одном поколении раз за разом, раз за разом это по Мичурину. Чувствуете разницу? Вот. Две половинки гигантской проблемы, которая решена таким образом. несколько поколений на одном дереве называется насыщение Ментора, Мичурин. И несколько поколений переноса одного, вот если взять, вот эта трехлетка, она первые годы плохо росла, потому что она на глине. потом где-то прорвала корни глину, вот, пошла расти нормально. И теперь если взять и перенести на четвертое поколение, но опять, чтобы это был Менчурис. Представляете, какие чудес можно добиться. А жердели, я жду чудо. Вот. Ножить бы хотя бы до этого. Насыщение Ментора, это скелетные прививки я сделал на этого самого, с косточки вырастил, жердели. Ну, как вспомню, стоили 200 было в костре. Какая подлость, какая пакость. Я говорю, ну, что ж ты предоплату-то не взял? Куда бы он делся бы? То есть, это такой же случай у Боднера. Показывает переростки там, два с половиной метра. А еще весна. Еще весна. Говорит, до осени не будет трехметровый. Говорит, все, только под топор. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Приедем, заберем. Все, все это пропало. Я больше не связывался, он умер. Вот. И получается, это была грустная картина, что у него случилось то же самое. Субтитры создавал DimaTorzok.